Третья часть территории России это горы. И если у обычного человека они вызывают восхищение и трепет, то инструкторы по горной подготовке относятся к ним иначе, особенно если это военные инструкторы. Боевые действия в горах имеют множество особенностей. На высоте иная тактика, иная баллистика, другие требования к физической подготовке личного состава. Российскому государству жизненно необходимо иметь отлично подготовленные горно-стрелковые подразделения. У нас представлены здесь два конкурса полевой выучки армейских игр. Саянский марш и Эльбургское кольцо. Саянский марш у нас проводится в зимних климатических условиях, Эльбургское кольцо проводится в летних климатических условиях. И также эта экипировка, которая у нас представлена именно здесь, предназначена для горных подразделений, которые предъявляют горные препятствия. В 20-й фан-зоне в павильоне, посвященном горной подготовке, развернулась выставка картин нашего землякаря Ната Шафикова. Афганистан, Таджикистан, Чечня. Офицер 14 лет водил в горы солдат и за это время не потерял ни одного бойца. Его огромный опыт сегодня как никогда востребован. Я должен был рассказывать, как мы двигались, как разведгруппы двигались, как мы использовали горную местность, как мы подготавливались к этой горной войне, как мы использовали имущество, как сами лично подгоняли это имущество под себя. Как ни странно, чем больше у человека с собой снаряжение, тем сильнее он уязвим. Своих бойцов Ринат Шафиков учил обходиться в горах минимумом вещей. Основная веревка, ледоруб, бушлат и оружие. Этого опытным горным стрелкам было достаточно для того, чтобы выживать и побеждать. У нас сейчас современный альпинизм, военный альпинизм, он разделяет люди. У нас немножко не так, как в советское время учили. У нас офицер горник умел хорошо воевать в горах. А здесь наоборот, горники, альпинисты, они не умеют воевать. А тех, кого они обязаны обучать горной подготовкой, войска специального разведывательного подразделения, войска специального назначения, которые должны вести боевые действия в горах, они не альпинисты и не мастера. Современное горное снаряжение очень функциональное, легкое и удобное. Но оно бесполезно для человека без соответствующих навыков. В сегодняшней российской армии горной подготовке уделяют большое внимание. Пример парка «Патриот» в этом смысле очень показателен. Очень большая идет подготовка именно горных частей, горных подразделений, которые есть отдельные подразделения, есть именно бригады горные, да, у нас это в вооруженных силах. Идет очень большая подготовка в зимних и летних условиях климатических. Идет подготовка и также какая-то специальная горнолыжная подготовка, и также альпинистская подготовка. Военнослужащие должны уметь преодолеть горные препятствия безопасно. Изюминка павильона – скалодром. Попробовать себя в преодолении искусственного скального рельефа хотел практически каждый посетитель. Очевидно, именно с такого опыта для многих и начинается дорога в большие горы. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.